Усиление пограничного контроля в Черном море, совместные учения и борьба с терроризмом. Украинские силовики намерены объединить усилия с турецкими правоохранителями. Сегодня в Анкаре министр внутренних дел Арсен Аваков провел ряд встреч. Что обсудили и какие документы подписали, узнаем от Александра Васильченко. Борьба с терроризмом, совместная работа полицейских, спасателей, пограничников. Украинские правоохранители намерены плотнее сотрудничать с турецкими коллегами. Так для охраны границ на Черном море будет работать украино-турецкая группа пограничников. Создадут и команду спасателей для устранения последствий катастроф разных типов. Полицейские будут делиться опытом по борьбе с преступностью. Встреча министра внутренних дел Арсена Авакова и Сулеймана Суэлу проходила за закрытыми дверями около двух часов и закончилась подписанием двух меморандумов. Сегодня были достигнуты договоренности в развитии сотрудничества между береговой охраной Турции и соответствующими подразделениями пограничной службы. Много точек соприкосновения, особенно в вопросах организации безопасности, контрабанды и организованной преступности. Украина поддерживает Турцию во всех проявах ее борьбы с терроризмом. Очень известная встреча по профессиональным вопросам, безопасность этой борьбы и взаимодействия. Мы имеем договоренности про співпрацю прикордонников, национальной гвардии и жандармерии, а также службы чрезвычайных ситуаций. Для меня было в крайне важным. Пан министр сказал, что Турция не вызнает и никогда не вызнает аннексию России Крыму. И Турция стоит на позиции підтримки территориальной целостности Украины. Об аннексии Крыма говорили не только в стенах турецкого МВД. Ситуацию на полуострове украинская делегация обсудила во время встречи с крымско-татарской и украинской диаспорами. Мы обратили внимание на активность российской разведки на территории Турции. В частности, встречи представителя Путина Мурадова в оккупированном Крыму, перехваченном новой информацией. Там речь идет о том, что они будут финансировать отправление какой-то группы исследователей в Крым, которые напишут по сценарию России такую прекрасную картину. Мы советуем всем членам диаспоры ездить в Крым через территорию Украины. По политическим взглядам мы не хотим, чтобы пересекали границу через Россию. Но у нас есть проблемы, связанные с миграционной службой Украины. В свою очередь Аваков пообещал всяческую поддержку крымским татарам. Я думаю, что мы делегуем уповнолажение миграционной службы посольства. Берите стимули, берите отчасти. Посетила украинская делегация и турецкую жандармерию, аналог Нацгвардии. Здесь министру продемонстрировали тренировочный комплекс, где обучают пилотов, и вертолетный парк. Аваков отметил, этот опыт Украина готова перенять в формировании мобильной вертолетной службы. Сейчас у нас начинаются первые поставки. И мы начинаем разворачивать по всей стране систему, которая за 3,5 года развернется. И будет спектр услуг. В турецкой жандармерии заявили, готовы делиться опытом и обучать пилотов. Впрочем, уже в конце этого года МВД закупит 4 новых вертолета, что значительно улучшит работу подразделений министерства. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Специально из Анкары.